Ом-намо-бхагаватеи вася-удиваю ом-намо-бхагаватеи вася-удиваю Харе Кришна, дорогие предельные. Харе Кришна, дорогие предельные. Очень приятно видеть Вас снова. Сегодня мы будем изучать 19 стих из 15 главы Бхагавадгита. Сегодня мы будем изучать 19 стих. Chapter 15 of the Bhagavad-Gita as it is. Продолжение следует... Повтором? Повтором? Продолжение следует... Существует много разных философских представлений о природе живых существ и высшей абсолютной истины. В данном стихе сам Верховный Господь говорит очень ясно. Тот, кто постиг, что Господь Кришна – это Верховная Личность, постиг и все остальное. Люди, чье знание несовершенно, просто строят догадки о том, что такое абсолютная истина. Но человек, обладающий совершенным знанием, не теряя зря драгоценного времени, действует в сознании Кришны, то есть служит Верховному Господу. Эта мысль красной нитью проходит через всю Бхагавадгиту. И тем не менее, многие комментаторы Бхагавадгиты продолжают упрямо приравнивать живые существа к высшей абсолютной истине. Ведическое знание называют шрути. Оно должно быть воспринято на слух. Мудрость ведь можно получить только от авторитетов, таких как Кришна и Его представители. Здесь Кришна подробно излагает духовное знание, и мы должны усвоить Его, слушая Кришну. Однако мало просто слушать. Свиньи тоже обладают слухом. Нужно понять суть Бхагавадгиты, слушая, как ее объясняют знающие люди, а не просто полагаясь на свою собственную, отвлеченную философствование. Нужно смиренно служить Бхагавадгиту и признать тот факт, что живые существа всегда подвластны Верховной Личности Бога. Тот, кто понял это, по мнению Верховной Личности Бога Шри Кришны, постиг суть Вед. Всем остальным она недоступна. Особенно важным в данном стихе является слово Бхаджати. Его часто употребляют в связи с преданным служением Верховному Господу. Если человек целиком посвящает себе служению Господу в сознании Кришны, значит он уже постиг все Веды. Ачарьи Вашнавы говорят, что тому, кто преданно служит Кришне, нет необходимости прибегать ни к каким другим методам постижения Высшей Абсолютной Истины. Такой человек уже осознал ее, ибо преданно служит Господу. Он уже прошел все предварительные этапы духовного самоосознания. Если же человек, проведя сотни тысяч жизней в философских размышлениях, так и не понял, что Кришна – это Верховный Господь, которому Он должен покориться, то все его философские поиски, занявшие столько лет в жизни, были напрасной тратой времени. There are many philosophical speculations about the constitutional position of the living entities and the supreme absolute truth. Now, in this verse, the supreme personality of Godhead clearly explains that anyone who knows Lord Кришна to be the supreme person is actually the knower of everything. The imperfect knower goes on simply speculating about the absolute truth. But the perfect knower, without wasting his valuable time, engages directly in Krishna consciousness, the devotional service of the supreme Lord. Throughout the whole of Bhagavad-Gita, this fact is being stressed at every step. And still, there are so many stubborn commentators on Bhagavad-Gita who consider the supreme absolute truth and the living entities to be one and the same. Vedic knowledge is called Shruti – learning by oral reception. One should actually receive the Vedic message from authorities like Krishna and his representatives. Here, Krishna distinguishes everything very nicely, and one should hear from this source. Simply to hear like the hogs is not sufficient. One must be able to understand from the authorities. It is not that one should simply speculate academically. One should submissively hear from Bhagavad-Gita that these living entities are always subordinate to the supreme personality of Godhead. Anyone who is able to understand this according to the supreme personality of Godhead, Shri Krishna, knows the purpose of the Vedas. No one else knows the purpose of the Vedas. The word Bhajati is very significant. In many places, the word Bhajati is expressed in relationship with the service of the Supreme Lord. If a person is engaged in full Krishna consciousness in the devotional service of the Lord, it is to be understood that he has understood all the Vedic knowledge. In the Vaishnava Parampara, it is said that if one is engaged in the devotional service of Krishna, then there is no need for any other spiritual process for understanding the supreme absolute truth. He has already come to the point, because he is engaged in the devotional service of the Lord. He has ended all preliminary processes of understanding. But if anyone, after speculating for hundreds of thousands of lives, does not come to the point that Krishna is the supreme personality of Godhead and that one has to surrender there, all his speculation for so many years and lives is a useless waste of time. Whenever some thing or object comes to existence, then with this object also knowledge about this object appears. Появление вещей означает о том, что она некоторое время не существовала и в один момент, исторический момент, она начала существовать. Appearance of an object means that for some time this object did not exist and at some point of time it started to exist. If something was born at some moment, then it will also die at some moment. И вместе с этой вещью также исчезает знание о ней. И вместе с этой вещью также исчезает знание о ней. Например, я помню, когда мне было 14-15 лет. Появились такие магнитофоны с квадратными кассетами. Вы помните их, да? Когда они появились, появилось знание о них. То есть уже не надо было наматывать на одну с одной на другую. Можно было снимать и вставлять, именно снимать и вставлять. То есть, вместе с появлением этой кассеты появилось знание о ней. То есть, вместе с появлением этой кассеты появилось знание о ней. Сейчас эти кассеты исчезли. И вместе с ним исчезло знание об этих кассетах. И вместе с ним исчезло знание об этих кассетах. Но Кришна не является подобной вещью. Кришна из вечной. Кришна из вечной. Это не так, что Кришну кто-то придумал или создал. И поэтому знание о Кришне всегда было. И так как Кришна будет существовать вечно, знание о Кришне также будет существовать вечно. И так как знание о Кришне не имеет границ. Оно многогранно. Кришна называют абсолютной истиной. Что такое абсолютная истина? Абсолютная истина должна в себя включать все аспекты бытия. Если я скажу, что абсолютная истина не может быть маленькой. Например, если я скажу, что абсолютная истина не может быть маленькой. Значит она не абсолютная истина. То есть Кришна является абсолютной истиной, потому что Он в себя включает все аспекты бытия. So, Кришна is the absolute truth, because He comprises all aspects of existence. В Бхагавад-гите Кришна описывает сам себя. Он дает знание о Самом Себе. Почему не кто-то другой? Почему не кто-то другой? Потому что Кришна говорит, что никто меня не знает. Единственная личность, которая более-менее себя знает, это Кришна. И то Кришна себя не знает до конца. Кришна часто делает усилия, чтобы постичь самого себя. И как он только достигает этой ступени, где он должен уже себя постигнуть, у него становится больше. И Кришну приходится делать еще больше усилий, чтобы постичь себя. И Кришна then needs to do even more efforts to understand Himself. И это постижение увеличивает Кришну еще больше. И это постижение увеличивает Кришну еще больше. Вот почему Кришна причисляет к категории Ачинтия непостижимого. Знание на разных этапах бытия воспринимается по-разному. И то же самое знание о Кришне в разных контекстах воспринимается по-разному. Например, знание о Кришне в материальном мире отличается о знании Кришне в духовном мире. В материальном мире Кришна рассматривается как Верховный Бог. Но в духовном мире Кришну не воспринимают как Бога. Потому что позиция или положение Бога обязательно сопряжает собой существование материального мира. Если вы убираете материальный мир, вы убираете понятие Бога. Как мы вводим понятие материального мира, мы вводим понятие Бога. Паравьема, или духовное существование, оно исключает материальный мир. Паравьема. Паравьема, or the spiritual existence, it excludes the material world. И одновременно с этим исключает также понятие Бога. И Бог уже в духовном мире не есть та личность, о которой говорят в материальном мире. Кришна появляется в разных, бесчисленно разных формах в духовном небе. Чтобы дать возможность насладиться своей формой всем преданным. Восприятие Кришны приходит через трансцендентное знание. В начале мы должны разобраться, кто такой Кришна, кто такой Я. И понятие, что Кришна Бог, а Я его частичка, это самое-самое начальное знание. Оно истинное. Но оно самое начальное знание. Как мы, например, в школе по математике в самом начале изучаем, что один плюс один равняется два. Или один минус один равняется ноль. Или один минус один равняется ноль. А потом какой-то экспериментатор, ученик думает, а если написать один минус три? Он говорит, нет, так нельзя делать пока. Это ошибка, ему говорят. Но потом проходят годы, он продолжает учиться математики. Потом ему говорят, один минус три равняется минус два. То есть знание, то, что было ошибочно, вдруг становится правильным. То есть знание, то, что было ошибочно, вдруг становится правильным. И в себе развивает взаимоотношения с Кришной как с другом. И обращается к Господу как к другу. Ему говорят, ты что, это оскорбление? Это же Бог. Как ты с ним разговариваешь? Ну, взаимоотношения с Богом, они проходят определенную эволюцию. И знания о Кришне начинают меняться. В духовном мире никто не воспринимает Кришну как Бога. Потому что понятие Бога — это тот, кто контролирует этим миром. Мы говорим, что Кришна — верховный контролер. Но в духовном мире Кришна ничего не контролирует. Все происходит само собой. Никого не надо контролировать. Ничего не контролируется там. Каждый делает именно то, что надо. Каждый старается сделать то, что понравится Кришне. Никто не совершает грехи, чтобы его там наказывать. Никто не совершает грехи, чтобы его там наказывать. Такое понятие Бога — нету такого понятия. То есть это знание о Кришне, как о верховной личности Бога, применяется в материальном мире. Оно истинно, но действенно для материального мира. Но в духовном мире это знание не воспринимается. Например, родители Кришны думают, что есть Бог и есть Кришна. Для них это не та же самая личность. Это две разные личности. Бог — это Бог. А Кришна — их сын. И когда к ним приходят и говорят, вы знаете, ваш сын — это Бог. Они думают, что вы что-то путаете, вы не понимаете что-то. Однажды очень близкий друг Кришны Уттава. Когда Кришна находился в Матуре, он зашёл в комнату к Кришне. Увидел, что Кришна плачет. Кришна тоже плачет. Потому что Он — Личность. И Он — Абсолют. Если Абсолют, мы скажем, что Абсолют не может плакать, значит Он не Абсолют. И так Уттава увидел Абсолют Кришну в слезах. И Кришна сказал, «О Уттава, пожалуйста, поезжай во Вриндаван». Пойди успокой моих любимых праджабаси. Пойди успокой моих любимых праджабаси. Моих любимых родителей и друзей. Моих любимых подруг. Они без меня, наверное, уже умерли. Он отдал Уттаве свою одежду, своё жёлтое твоти. Дал ему свою флейту, гирлянду, своё украшение. Он дал свою карету, посадил свою карету. Он дал ему свою карету. Сказал, «Поезжай». И сказал ему, «Го». И дал Уттаве большой мешок с письмами. Там были письма для друзей, письма для любимых копий, для родителей, для всех. И так вот поехал. Когда Кришна уехал из Бриндавана, все жители Бриндавана всё время смотрели в одну сторону. И всё время, каждый день, всё их внимание было в эту сторону, куда уехал Кришна. И каждый день, все их внимание было в эту сторону, куда уехал Кришна. Когда они просыпались, они всё время смотрели в эту сторону. Может быть, приедет Кришна. На самом деле, единственная вещь, которая их держала живыми, это было обещание Кришны, что я сегодня вечером вернусь. Это сегодня вечером длилось сто лет. И это сегодня продолжалось за 100 лет. То есть каждый день они думали, может, у Кришны было много дел, и поэтому он задержался. И каждый день они думали, что Кришна может быть много дел, и сегодня, и поэтому он был задержан. Но Кришна не возвращался. Но Кришна не вернулся. Один день, один месяц, один год. И они думали, ну всё, пойдём утопимся в Ямуне. И они решительно шли к Ямуне, чтобы утопиться, потом думали, а если я утоплюсь, и сразу Кришна приедет и скажет, а где мой друг? И это причинит Кришне ужасную боль. И они думали, нет, лучше я буду жить и страдать, чем страдать будет Кришна. И таким образом они продолжали жить и страдать. Что делал Кришна в этом моменте? Он тоже страдал. Он тоже страдал. Можно сказать, так почему? Взял бы и вернулся обратно. Это мы так говорим, потому что мы не понимаем трансцендентный уровень бытия. В материальном мире страдание приносит человеку негативные эмоции. На духовном плане бытия страдание приносит наслаждение, ананда. И вот это страдание, которое приносит разлука, она усиливает любовь. То есть Кришна уехал из Вриндавана, чтобы усилить любовь в Раджабасе и жителей Вриндавана к себе. Так же Кришна усилил свою любовь к жителям Вриндавана. Часто нам кажется, что только мы развиваемся в сознании Кришны. Кришна тоже проходит эволюцию своих чувств. Потому что Кришна – все возрастающая субстанция. Точно так же, как наша любовь к Кришне все время растет, точно так же и любовь к Кришне все время растет. И когда Удава подъезжал к Вриндавану, сердце у всех жителей Вриндавана начало биться очень сильно. Они думали, что это Кришна вернулся. Вы знаете, Удава на самом деле очень похожа на Кришну. И когда карета остановилась, Удава вышел, все кинулись туда. И, конечно, в первую очередь гопи. Когда они заметили, что это не Кришна, они хотели избить у того. Когда они заметили, что это не Кришна, они хотели избить у того. Вы думаете о гопи как о куколках, нет? Вы думаете о гопи как о куколках, как барби. Гопи, они очень такие. Они могут избить. Нет, гопи, они очень сильные. Например, когда Акрура увозил Кришну из Вриндавана, гопи атаковали эту коляску. Они стащили этого возничего на землю и начали его избивать палками, своими железными браслетами. Пошла кровь, кровь пошла. Они хотели стащить и хотели избить Акруру уже. Они не думали, о, Акрура это старший преданный. Это оскорбление. Они думали, он у нас забирает Кришну. Акрура означает тот кто не жестокий. Акрура is translated as the one who is not cruel. Они кричали, Крура, Крура. И они были, как елены, Крура, Крура. Жестокий, жестокий. Круэл, Круэл. И после того, как Акрура увез Кришну, слово Акрура было запрещено во Вриндаване. И когда хотели про Акруру что-то сказать, они говорили, вот тот который... И когда они увидели, что этот посланник Удава похож на Кришну... Они как-то успокоились. И Удава сказал, что мне надо от Кришны передать вам много-много посланий. И в первую очередь Удава поехал к родителям Кришны, к Нанды Махараджу и матери Яшоды. И когда они увидели Удава, они его обняли как родного сына. И начали расспрашивать о Кришне. Знаете, вопрос странный, который Мать Яшода задала Удаве? Знаете, weird question, which Mother Яшода asked Удава? Она сказала, что там вообще кушает Кришна? What is Krishna eating there? Странный вопрос, да? Weird question, да? Если думать, что Кришна Верховная Личность Бога, кто такой вопрос задаст? If you think of Krishna as the Supreme Personality of Godhead, who will ask such a question? Но Мать Яшода думала так, она думала, что там в Матхуре кто за ним будет следить вообще? But Mother Яшода was thinking in this way, like, who will be taking care of Krishna there in Mathura? Они же не знают, что любит мой дорогой сын. Because they do not know what my dear son Krishna likes. Начнут кормиться всякими не теми вещами, у него не сварение будет. And they will start feeding him with some improper food, and he will get some stomach flu. Или эти городские жители любят разные финтифлюшки такие. Из-за какого-то этикета недостаточно пищи положат ему на тарелку. And for some weird etiquette reasons they will put not enough food to his plate. Она же не думала, что Кришна Верховный Бог. Like, she didn't think of Krishna as the Supreme God. When you are thinking about Krishna as the Supreme God, you are not worried about him. А наоборот, вы думаете, что Бог обо мне беспокоится? No. On the contrary, you are thinking that God is taking care of myself, is worrying about me. Но когда мы Господа воспринимаем как собственного сына. But when we think of Krishna as our own son. Он проявляется определенный тип любви. Then a certain type of love manifests. Который называется снеха. Which is called sneха. То есть мы беспокоимся о нем, как о ребенке. So we are worrying about him as a child. Мы думаем, если мы о нем не будем заботиться, он просто пропадет. We are thinking that if we won't be taking care of him, then he will just... Something bad will happen to him. Когда Krishna по утрам уходил в лес с ребятами, Мать Яшода все время не могла жить. Она думала, все. Сейчас он или упадет в реку, утонет. Или полезет на дерево, упадет, разобьет себе голову. Every day when Krishna was going to the forest with his friends, Mother Išoda was always worrying about what is Krishna now. Like he will fall into the river and he will drown. Or he will break his leg or something. Она же не думала, духовная личность Бога не может утонуть. She wasn't thinking that or the Supreme Personality of Godhead cannot drown. Таким образом, Утанадь Утава начал рассказывать и рассказывать про Кришну. And so, Утава started retelling about Krishna to Mother Išoda. И Нанда Махарад и Мать Яшода слушали, слушали, слушали. И у них текли слезы. And Mother Išoda they were listening and listening and they had tears in their eyes. Всех их одежда уже была мокрой. All their clothes were already wet. На полу уже образовались лужи. There were already like a lot of water on the floor because of tears. And there was also milk coming out of the breast of Mother Išoda. And Утава заметил, что уже они падают на пол. And Udava started noticing that they are actually going to faint. And He felt that they will just die right now. And He decided to save this situation. And He decided to save this situation. And He said, do not worry, in fact, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And He said, do not worry, in fact, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Lord Narayana. He doesn't have parents or friends or anyone. He is the Supreme Personality of Godhead, Lord Narayana. So do not worry about Him. And then Mother Išoda and Nanda Maharaj started looking at Udava. And they couldn't understand anything. And they were thinking, maybe he means that Lord Narayana also has name Krishna. Or maybe something is wrong and we never had a child at all. We just imagined Him. Because they could not relate Krishna and Lord Narayana together. So you see, it's interesting that the knowledge of the Supreme Personality of Godhead can manifest itself in different ways in the hearts of devotees. But the knowledge about the Absolute starts right from this point that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. When we understand, who is Krishna, who is Krishna, we start understanding who we are. These two subjects, they are being understood at the same time. So there are topics or subjects which cannot be understood separately. Imagine that you never saw a car. And you get a wheel for your birthday. And then it doesn't have any sense. You do not know what to do with it. What is this wheel all about? You start to speculate. Maybe it's a new kind of chair that you need to sit on it. Or maybe it's such a heavy toy. So it's like a weird object. You can't understand what it is. It's a weird object until you can't understand what it is. And you can't understand what it is until you see a car. When you see a car, you will understand that this wheel is a part of a car. So the car and the wheel, they are being understood together. And in the same way, the living entity and Krishna, they are being understood together. And this is the knowledge about Krishna. The knowledge about Krishna is very broad. Because it also includes the knowledge about his innumerable energies. The Lord Chaitanya explained that in order to understand the Absolute Truth, you need to understand all of its aspects. As Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. As Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. As Paramatma, the all-pervading aspect. As the Impersonal Brahman. As Virat Purusha. As Virat Purusha. As Virat Purusha. The Cosmic Manifestation. As Shakti energies. As Shakti energies. As Jiva. As Shiva. As Jiva. And as Jiva. The living entity. As Krishna. As Krishna. All of it together is Krishna. As Krishna. As Krishna. As Krishna. As Krishna. And there is nothing besides Krishna. Мы не можем что-то придумать отдельное от Кришны. Поэтому Кришна говорит, «Всё во мне, но я не во всём». Так же Он говорит, «Я во всём, но всё не во мне». Так Он отстаивает свою позицию Абсолютной Истиной. Понимание знания о Кришне имеет своё проявление. Понимание Господа приводит нас к любви к Господу. Понимание Господа приводит нас к любви к Господу. Почему? Например, мы можем понимать, что такое электричка. Например, мы можем понимать, что такое электричка. Но не обязательно, чтобы мы электричку любили. Почему же, когда мы приобретаем знания о Кришне, мы начинаем Его любить? Потому что Кришна обладает всеми качествами. И среди них обязательно будут те качества, которые нам нравятся. И среди них обязательно будут те качества, которые нам нравятся. Поэтому Кришне переводится всепривлекающим. Никто, кроме Кришны, не обладает всеми качествами. Даже Господь Вишну не обладает всеми качествами. Даже Господь Вишну не обладает всеми качествами. Ну, почти всеми качествами. Almost all the qualities. Но Кришна есть всегда больше качеств. Но Кришна всегда имеет больше качеств. И поэтому в обязательном порядке тот, кто общается к Кришне, когда-нибудь приходит к преданному служению. И поэтому, нескольких, кто отвечает Кришне, он приходит к Девочному служению. Потому что любовь проявляется в форме преданного служения. Потому что любовь проявляется в форме преданного служения. Если мы не занимаемся преданным служением, значит мы не любим Кришну. Если мы не любим Кришну, значит мы не поняли кто. А если мы не поняли кто такой Кришна, мы должны изучать в обществе продвинутых преданных, подробно изучать Бханавад-гиту. Где Кришна сам рассказывает о себе. Это очень большой плюс Бхагавад-гиты. Много, много священных писаний есть, в которых кто-то говорит о Боге. Кто-то описывает Бога. Кто-то описывает Бога. И мы можем сказать, откуда ты знаешь? Но мы к Бхагавад-гите таких претензий не можем предъявить. Но мы не можем сказать о Бхагавад-гите. Потому что Кришна сам рассказывает о себе. Потому что Кришна сам рассказывает о себе. Это, если хотите знать, единственная книга, где Господь дает о себе столько информации. Как мы сказали, в разных контекстах знания принимают разные формы. И поэтому каждый преданный берет ту часть знания о Кришне, которая входит в его расу. Вот почему вы можете иногда встретить двух трансценденталистов, которые спорят о том же самом предмете. Таким образом, иногда вы можете встретить двух трансценденталистов, которые спорят о том же предмете. Хари Кришна, у нас есть время, если у преданных есть какие-то вопросы. У нас есть время, если у кого-то есть какие-то вопросы. У меня есть вопросы. Я думаю, что моя большая вопроса из всего того, что вы просто сказали. Из-за того, что вы сказали, что в духовном мире не видят Кришну как Бога, то есть они что, видят Его как равного себе? Восприятие Кришны как Личности зависит от расы. The understanding or perception of Кришна as a person, it depends on the Rasa. В духовном мире есть разные планеты. In the spiritual world, there are different planets. И на каждой планете Кришна представлен в одной из своих бесчисленных форм. И каждая форма обеспечивает определенное умонастроение на этой планете. И есть некоторые планеты, на которых почти нет некоторых рас. There are some planets, where some of the Rasa are not present. Вы знаете, есть 5 основных и 7 второстепенных Rasa. You know, there are 5 main and 7 secondary Rasa. Вы все знаете, что такое Rasa. Do you all know what is Rasa? No, they don't know. No, I don't know. Rasa – это тип взаимоотношений с Кришной. Rasa are the types of relationship with Krishna. Например, я могу чувствовать Кришну как друга. For example, I may feel of Krishna as of my friend. Это как здесь. It's like here. Допустим, какой-то мужчина мне нравится как друг. For example, some man, I like him as a friend. Но какой-то другой мужчина, как мой отец. But some other man as my father. То есть для кого-то я друг, а для кого-то я сын. So for someone I am a friend, and for someone else I am a son. То есть зависит от взаимоотношений. So it depends on relationships. И Кришну мы можем воспринимать как друга, как родителя, как сына, как супруга. And we can think of Krishna as a friend, of a parent, as a spouse. Есть еще такое взаимоотношение, которое называется нейтральная Rasa. There is also another type of relationships, which is called neutral Rasa. Это специальные любовные взаимоотношения с Кришной. These are special loving relationships with Krishna. То есть мы восхищаемся Кришне. Кришна нас нравится. Кришна нас притягивает. So we like adore Krishna. We like him. He attracts us. Но мы не знаем, кто он для нас, и мы не знаем, кто мы для него. But we do not know who is Krishna for us, and who are we for him. И, например, на планетах Вайкут, где господином является Шри Нарайана. Где царит монастроение благоговения, уважения. Есть умонастроение роскоши, богатства. Есть умонастроение роскоши, богатства. На таких планетах также отсутствуют родительские взаимоотношения. На таких планетах также отсутствуют родительские взаимоотношения. То есть они воспринимают как господина. So they all perceive Кришна as their lord. И им нравится быть его слугой. And they like to be his servants. Они ждут каждую секунду, когда Господь Нарайана скажет, принесите мне воды, например. And they are like waiting every second, when Lord Нарайана will tell them, or please bring me some water. Или спойте мне. Or please sing for me. Они ждут им нравится. Это вот служебные взаимоотношения. They are waiting for this. They like it. These are like servitor relationships. And they cannot dare to sit beside Lord Нарайана. They would not even have such a thought. They would think that they would offend him in such a way. But on such planets as Goloka Vrindavana, there Krishna has many friends. And there is no such awe or reverence or fear there. They may be like taking just some food from Krishna's plate without even asking him. They may be hitting Krishna or be upset with him. They do not perceive him as a God. They perceive him as a friend. And the friendship is possible only when there is feeling of equality. And some of the persons in the spiritual world, they have this feeling of equality with Krishna and this allows them to be friends with him. Krishna always reciprocates with the feelings of his devotee. And when we go to the spiritual world, we exactly go to that planet where Krishna has the form, which is reciprocal to our feelings to him. I just wanted to clarify, so at first, at first, we need to start from the spiritual world. From understanding Krishna with all his or, and all his or, as the Supreme Lord, we can't start from the friend, like from perceiving him as a friend. Not exactly. In this verse, there is a very interesting word that is being used. Purusha uttamam. It's purusha uttamam. Purusha означает наслаждающийся. Purusha means the enjoyer. Uttamam означает самый лучший. So this means the best of those who enjoy. It doesn't say God. It's very interesting. Потому что вы слышали эту песню, Govindam Adipurusham. Maybe you heard this song, Govindam Adipurusham. Которую написал Господь Брама. Which was written by Lord Brahma. Он, Господь Брама, понял, что Кришна Верховный наслаждающийся. He, Lord Brahma, he understood that Krishna is the supreme enjoyer. Это очень важно понять. It is very important to understand. Пока это мы не поймем, мы никогда не придем к расе. Until we understand this, we will never come to Rasa. Пока мы не поймем, что Кришна наслаждается, Until we understand that Krishna enjoys, Мы будем думать, что у Кришны есть какие-то обязанности. We will be thinking that Krishna has some duties. Обязанности поддерживать этот мир. Duties such as to maintain this world. Обязанности создавать планеты. Duties of creating the planets. Обязанности давать разные энергии. Duties of providing some energies. Кришна не электрик. Кришна is not an electrician. У него нет никаких обязанностей. Все, что Кришна делает, он просто развлекается. Whatever Krishna does, he just enjoys. Кришна развлекается и появляются материальные планеты. He enjoys and material planets appear. Он не обязан их делать. He is not obliged to create them. Это развлечение, он наслаждается. It is his enjoyment. Он Пуруша. His Пуруша. Поэтому первое, что мы должны понять, это именно вот это. So the first thing we need to understand is this one. Что Кришна удивительная личность. That Krishna is an amazing person. Когда мы понимаем, что он наслаждающийся. And when we understand that he is an enjoyer. Мы начинаем понимать свою позицию. We start understanding our own position. Позицию как прокритий. Position of прокритий. Прокритий — это тот, кто даёт наслаждение. Прокритий is the one who gives enjoyment. Тот, кто наслаждает. Who enjoys someone. Когда мы понимаем, тогда мы можем приблизиться к Расе. When we understand this, then we can approach Rasa. То есть у нас начинают пробуждаться чувства, которые могут нравиться Кришне. So the feeling, we start developing feelings which may be liked by Krishna. Rasa проявляется в процессе преданного служения. Rasa manifests in the process of devotional service. Это не так, что мы сидим и думаем, какую расу выбрать. It's not that we are sitting and picking which Rasa we want to choose. Я хочу быть гопи. I want to be a Gopi. Почему? Потому что написано, что это самая лучшая Rasa. Это профанство, это непонимание Расы. Это профанство, это непонимание Расы. Раса проявляется сама в процессе преданного служения. Раса develops itself during the process of devotional service. Но чтобы мы начали заниматься преданным служением, мы должны понять объект преданного служения. But in order for us to start doing devotional service, we need to understand who is the object of devotional service. Представьте, что я вам служу, но не приношу никакого удовольствия вам. Imagine that I'm serving you, but I do not give you any enjoyment. У вас нет такой привычки наслаждаться. Like you do not have a habit of enjoy. Как же я могу вас удовлетворить своим служением? Then how can I please you with my service? Например, в безличном Брамане знаете все безличный Брамане. For example, in the impersonal Браман, do you all know what is impersonal Браман? Когда душа попадает в безличный Браман, она не может заниматься преданным служением. Когда душа попадает в безличный Браман, она не может заниматься преданным служением. Но почему мы не можем Ему служить? Потому что безличный Браман себя не проявляет как Пуруша, как наслаждающийся. Вот почему Кришна в этом стихе говорит, тот, кто меня понимает как Пуруша Уттама, лучший из всех наслаждающихся. Тот познал все. Вот это положение мы должны понять в первую очередь. Это знание, оно выше, чем знание то, что я душа, я частичка Бога. Поэтому об этом он говорит уже в пятнадцатой главе. В первой главе он говорит, что мы есть души. Бхагавад-гита построена таким образом, что в каждой главе дается более возвышенное знание. Бхагавад-гита построена таким образом, что в каждой главе дается более высокое знание. Как детям? Да, для детей. Когда дети приходят маленькие, он говорит, а как родятся дети мамы? Например, в первой главе родители говорят, что мы пошли в сад и увидели тебя под листиком. Во второй главе, когда уже ребенок чуть-чуть вырос, ему говорят, вот мы ночью спали с папой и решили, а может утром пойдем в огород посмотрим и увидели тебя. Когда ребенок еще вырастает, уже в третьей главе говорят, вот мы спали ночью с папой и потом мама пошла в больницу, то есть это тоже самое знание преподносится все время на более высшем, на более высшем, на более высшем уровне. Так построена вся Бхагавад-гита. В конце Кришна дает самое возвышенное знание в 18 главе. Он говорит, Арджуна, оставь все формы религии и просто предайся мне. Почему он не сказал это в первой главе? Почему он рассказывал 18 глав, чтобы в конце 18 главы сказать самое высшее знание? Потому что знание, да, знание, постижение знания, постижение знания похоже как мы поднимаемся по лестнице. Чтобы подняться на вторую ступень, надо опираться на первую. Чтобы подняться на третью, надо опираться на вторую. Чтобы подняться на третью, надо опираться на вторую. Так мы дойдем до верхней ступени. И в этом способе мы придем до верхней ступени. Все ступени похожи друг на друга. Но все ступени выглядят похожи друг на друга. Это те же самые ступени. Все ступени, но одна находится выше другой. И есть одна, которая является конечной, самой высшей. Вот так и построена вся Бхагавад-гита. Как лестница. Поэтому начинается с того, что мы не являемся этим телом, что мы есть душа. А в пятнадцатой главе Кришна объявляет, я Пуруша-уттама. И в пятнадцатой главе Кришна объявляет, я Пуруша-уттама. Он самый лучший из всех наслаждающихся. Потому что Кришна может наслаждаться всегда. Потому что Кришна может наслаждаться всегда. Его блаженство никто не может нарушить. Его блаженство не может нарушить. Одна из его имуна Акшаянанда. То есть тот, чье блаженство ничто не может разрушить. Его блаженство не может нарушить. Как стать лучшими из преданных? Как стать лучшим преданным? Может вы уже ответили на этот вопрос, но я хочу уточнить. Когда мы были в духовном мире и потом мы попали в материальный мир и попали сюда, то есть у нас уже были какие-то отношения с Кришной в духовном мире. То есть когда мы развиваем наше сознание Кришна в материальном мире, мы восстанавливаем те отношения, которые мы забыли, или мы развиваем кришну в материальном мире? Лучше использовать слово развиваем отношения. Лично мне с философской точки зрения больше нравится вот это. Потому что мы вечно были с Кришной и вечно будем с Кришной. Это значит, что у нас всегда были, есть и будут взаимоотношения. Но эти взаимоотношения проходят вечную эволюцию. Когда мы слышим, что у нас были вечные взаимоотношения с Кришной, мы думали, вот мы были гопи и упали в материальный мир. Это не совсем так. Положение дживы, да? Татаста шакти. Татаста означает пограничный. Шакти энергия. То есть мы являемся частям пограничной энергии. So we are the particles of the marginal energy. Кришна является источником всех энергий. Кришна is the source of all energies. Я так приблизительно представлю, постарайтесь представить это. Представьте дерево. Как Angie, imagine the tree. Это Кришна. Потом из нее выходит толстая ветка. Потом из нее выходит толстая ветка. Там they are like white branches coming out of it. Это Бала Рама. Это is like a Bala Rama. Из этой ветки выходят другие ветки. Как Рамачандра, Нарасимха, Нарайана, Хамсаватара, Копа-аватара и так далее. Потом от каждой ветки идут другие ветки. И от каждой ветки идут другие ветки. Потом из каждой ветки идут еще ветки. И эти ветки бесконечно размножаются, размножаются. И когда самые-самые конечные ветки уже не воспринимаются, но продолжают разветвляться, вот эти кончики и являются душами. И они находятся в определенных взаимоотношениях с Кришной. И в разном этапе эволюции души они себя воспринимают по-разному. Представьте, что я поступаю куда-нибудь на работу, на какое-то предприятие. Много-много людей работает на предприятии. С того момента, как я поступил на это предприятие, у меня уже есть взаимоотношения со всеми, кто там работает. Я со всеми здороваюсь. Я говорю привет всем. Но не со всеми иду в кафе. Но я не пойду в ресторан с каждым. Я не приглашаю к себе домой. Но со всеми у меня какие-то взаимоотношения. Но я имею какие-то отношения с каждым. Душа себя воспринимает по отношению к Кришне как кого-то, кто является неразрывной частью. Душа не знает, кто такой Кришна для него. И кто он для души. Но она уверена, у нее есть всегда такое чувство, что она не может отделиться от Кришны. Что она составляет с Кришной одно целое. Она созерцает Кришну. Она созерцает долго-долго, целую вечность созерцает. И постепенно, постепенно в ее природе появляются изменения. Она также видит материальный мир. Она созерцает и материальный мир, и духовный мир. И когда она созерцает и материальный мир, и духовный мир. Она постепенно попадает на границу между духовным и материальным миром. Эта область называется Вираджа. И эта область называется Вираджа, которая создает Вираджа Шакти. Вираджа Шакти имеет такое качество разделять. Вираджа Шакти имеет такое качество разделять. Она разделяет материальный мир от духовного мира. И когда душа созерцает материальный мир и духовный мир, Вираджа Шакти помогает ему, помогает душе видеть различия между духовным и материальным миром. И в один момент душа может привлечься к какой-то идее материального существования. Но это пока не греховное желание. Потому что в духовном мире мы не можем грешить. Потому что в духовном мире мы не можем грешить в совершенном бытии. Мы не можем грешить в совершенном бытии. Но как мы попадаем в материальный мир, там, под влиянием трех материальной природы, мы совершаем греховные действия. Потому что здесь, в материальном мире, мы попадаем под влияние материальной иллюзии. Пока душа находится в духовном мире, даже если у нее нет сильно развитых взаимоотношений с Кришной, Она может видеть материальный мир. Но материальный мир не влияет на душу. Потому что душа, находясь в духовном мире, защищена Йога Майя. Потому что душа, в духовном мире, защищена Йога Майя. Духовная энергия, она защищает душу. The spiritual energy, it protects the soul. То есть, когда уже мы приходим в материальный мир. So, when we already come to the material world. У каждого своя причина. And everyone has his own reason for that. Уже попадая под влияние материальной иллюзии, мы начинаем уже грешить, потому что мы все начинаем делать для самого себя. And then, already being influenced by the material illusion, we start committing sins, because we start doing everything for ourselves, for our own enjoyment. Но это тоже определенный период развития взаимоотношений с Кришной. Но это также определенный период развития взаимоотношений с Кришной. Ари Кришна, спасибо приеденный. Спасибо за resign. Спасибо за присед Mt. Кришной за ваше внимание. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Вас не таки. Давай наша согласят fez замуж. Продолжение следует...